у нас сегодня прям с утра жарище стоит не знаю сколько градусов сейчас посмотрю дождик полил мои колиусы они были зеленые ой стали цвет набирать а то были обгоревшие обгоревшие сейчас такой прям такой раскрасок у них красивый стал классный дождик прошел на них на кислицы не цветет чем не нравится кислицы постоянно цветет постоянно с самого начала лета и до конца мокрась красивый прелесть сейчас обратно на место поставлю сюда кстати мне сегодня привезли на дом тюль я купила тюль хочу в зале поменять вот такую чуть посветлее повешу вам потом покажу она чуть-чуть с рюликсом не подшили хотела они отнести моей шве но у не столько работы она бедная там и так не справляется и стал ее напрягать здесь он унесла напротив флагмана не подшила и привезла так но дождик полил прям хорошо там красиво все стало хорошо хвоста бедная горит и горит на солнце он он свеженький листочки появляются сейчас чуть-чуть будет меньше жары мне кажется все восстановится и будет прям хорошо красота ванька мокрый не стала его вырывать смотрю насыпала везде а и поэтому растет потом уберу и тут вот таким цветом сиреневенький а здесь как как бы красненький разные цвета вот здесь какой-то беленький хорошо так гармонично и вот тут вот красненький и какой-то розовенький хоризонтема не хочет распускаться ну когда прохладненько сейчас потом она распустится о кислится вот еще где появилась ну ладно пусть стоит ничего страшного роз 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 чувствует себя хорошо когда прохладненько вот хоризонтемка маленькая тоже саша завел пилу с галей косят траву наверное красотин красотинюшка хотя цветают цветы но все равно красиво смотрится вот сюда поставила колюсы так суда колюс поставил на эту так настю надо выгнать эти школу настя пошла в школу на и за пятерками пошла или за шестерками за семерками но давай семерки тоже нам пригодятся вчера было прохладненько роза мои прям вообще ожили все начали прям так цвет прям распускаться в такой хороший насыщенный роз вот эти портовые бордовый вот и желтый и красный и полосатый и просто в этом же кусте вот такое бордовый бордовый маленький почему-то что-то вроде садила чтобы это ростиком одинаковые были а получается не так такой цвет о сумах какой уже вымахал обожаю сумах все косить опять надо травку не косила потому что жара была думаю пусть она стоит все розочки ой посмотрите какая красота без солнца она к такая прелесть так а здесь как показать солнце светят и они бледные на самом деле не прям розовые прерозовые красивые большие ой вот этот прям пахнет подхожу прям пахнет ой как вкусно пахнет тоже все открывается такой когда было вчера прохладненько прям прелесть все открылось все розочки все инжир вчера сорвали один это посмотрю но он такой сладкий но не сильно о сумах сейчас вот зеленый стоят у него да листочки а чуть попозже будут красным цветом вон как снизу вот цветочки диска не с красненький такой же он весь будет красавец обожаю сумах о инжир вспевает все тут у нас туда уже почти поспел не буду срывать нас сорвать мой платье покажу какой была у гу-гу-го не пикрась себе громадил а árider писка не буду его мне победили позиции mere thick тоже возможно ли возиться с ними о видите после дождя сидираты как выросли вот это да так все мне надо сегодня вечером скопаю всего и заново посажу сидит я потом сюда это посажу чеснок наверное или лук под зиму вот он козленыш видите козлята вон они всякие и зеленый и черный сволочи летучие клопы эти вонючки васюк наверное здесь не побрызгал только намалили самолетики летают у нас уже привыкли не видно в небе так что-то бобов набирать он не побрызгал здесь надо было побрызгать перцы все равно еще пока стоять их срывать не буду пока мне не ну они в принципе не сильно такие уже и громадные ничего страшного посидят баклажаны наверно вечером сорву сейчас пока не буду срывать то что мне повяли еще один а вон еще один потом сами так вот что с инжиром у нас в этом году подмерз инжир но в этом году вообще все что-то там с этой погодой все не так все не так от жары то прохладно было все подмерзло то жара стоит виноград окрашивается но все равно вкус у него еще шкурка толстая ну слава богу клопы сюда они перебрались войску на виноград что так это повырывало все тут надо убраться мне в теплице еще еще листу чуть-чуть по обрывать вот там засохший стоит поменьше и листвы что было сухенькой вот друзья вообще не поверю кто говорит знаете что я вообще ничем не обрабатываю знаете вообще ничем не обрабатывать у меня вот растет и растет если бы не убил и никакими препаратами кто-то бы чего не обрабатывал не было бы ничего не верю этим сказкам которые говорят что ничем не обрабатывает вот она растет она у них тупые растет я понимаю где-то там но у нас на урале потому что прохладненько а здесь только этих жучков паучков чтобы ничем не обрабатывать себя от слова не верю не верю не верю не верю мы что-то скажет ну и не верь ну ваше право а я не верю просто все вот рядышко у меня соседи и все конечно не химия биопрепаратами в любом случае что-то опрыскать вот роза например как не обработать их если что-то с ними случится обязательно обрабатываются если биопрепаратами обрабатывается что-то васёк например виноград и он я говорю прыскай мои розы поэтому не стоят в прекрасном состоянии гортензи шапочки какие-то на пломалась что ли о к соседу роза плетистая полезла полезла полез блин она такая колючая вообще и оттуда ее уберу мне не нравится я туда посажу знаете что какую-нибудь гортензию красную да точно логинстремия зацвела друзья у меня логинстремия зацвела марина посмотри какая логинстремия ой какая она сиреневая темно-сиреневая а там значит точно тоже зацвела а там розовая логинстремия вот это да супер пупер вот точно смотрите розовая зацвела первый год класс рядом с ними персик косточки вылез ну прелесть ой почему покровников то смотрите какие разных сортов каких только нет разных сортов дейхера красотка все нравится мне дейхера она и зимой стоит таким же цветом так тут что у меня что с клематисом опять не что такое достал мне этот клематик что ему тут не понравилось а скажите обрезать надо чуем опять не нравится то один засохнет тут другой гейхера в траве стоит прополоть надо воля прополоть так что он кефиром подкармливала все надо мне потом обрезать и не буду трогать я хочу прям чтобы была гортензия большая громадная красивая так мы все ой что такое что такое купола заводчик от мангала а здесь так что там у нас сыра хорошо мангал закрыла цветочку хорошо прохладненько красота как раз и цветочку хорошо и мангальчику хорошо красиво так ну все написала я друзья звоните буду чуть-чуть дела поделаю вот это тоже она сначала тоже подгорела а сейчас смотрите листочки все прохладненько было живая часа кстати посмотрю сколько температура какая температура у нас 28 28 ну нормально ничего так купаться уже никто не хочет уже вода холодная уже надо мне кажется сливать сливать мыть а то потом когда будет уже холодно уже мыть будет сейчас я посмотрю температуру воды мыть будет уже вообще его холодно как там лазить холодище так что-то 20 вода 21 градус холодная думаю если конечно после зимы в 21 мы купаемся в 24 нам кажется ой хорошая же горячая вода а с жары в 21 холодная думаю так ну все лестницу занесла пошла тюль повешу и попробую так друзья снимаю вот эту тюль я вот эту тюль вот у меня вот такая тюль я шторы не вешаю но они в принципе не нужны мне сейчас я вам покажу так и потому что у нас вот это все в целый день стоит от солнца закрыта вот так вот такая у меня была тюль на видео не так смотрится а так она вот такие у нее радужные цвета от темно-коричневого до светло-коричневого а сейчас я повешу такую посветлее захотела не знаю как на свету вам покажу с рюлексом кстати на красиво на самом деле красиво смотрится и сейчас вот так сделаю так свет хочу включить как быть со светом потому что так совсем темно вот жалюзи закрыты вот здесь где повешала кстати красиво смотрится блестят золотые штучки эти дрючки так что вот это сейчас снимаю а вот это буду повешу будет светлее потому что у меня обои светлее шкаф кофе инхрустация вот это инхрустация видите золотая и здесь вот эти золотые колечки ну не видно их потому что свет падает с окна а так они прям переливаются красиво ну мне нравится я хочу чтобы было посветлее чуть-чуть не сильно темно блин опять лампочки перегорели вообще горят как не знаю чего только повешала я лампочки вкрутила недавно опять они у меня сгорели ну все сейчас открою эти жалюзи кстати они очень хорошие вот эти жалюзи очень плотные прорезиненные классные сейчас я открою но они в принципе летом всегда всегда закрыт когда только солнышко уходит но если что можно будет сделать еще просто однотонную белую тюль может быть но нет не надо я не хочу вот так жалюзи всегда закрыты вот так и поэтому поверх будет нормально я не хочу шторы не хочу низ тоже я повешала на нижнюю вот сделала его чуть-чуть на полу лежит но я люблю когда на полу лежит потому что у меня это вот это чуть всегда на полу лежала по полу было но я сейчас подниму еще на одну там же две полосы чтоб чуть-чуть чуть-чуть приподнялось прям маленько и сильно валялась решила чуть-чуть я помыть плитку когда помоешь но меньше жары не коса такая прохлада сразу стоит как после дождичка все заодно заодно и возила эту траву и маленько насорила заодно все это помоем сейчас вот здесь помою все вот здесь вот так и все так заодно чистота будет порядок и хорошо прохладненько ну классно сразу стоит прям прелесть цветочки полила сейчас вот эти все их сюда перенесу я и ставила дожди когда был под дождевой водой полилась ну все чистота порядок надо еще он тебе босечки помочь ходить так и все муки летают так от шланги еще вот у меня так как по земле она волочилась так от нее мусор и прилепился так ну все красота красота ля пота ой хорошо и свежо класс хочу закатать вот баночку одну я посмотрела здесь литр восемьсот чуть-чуть осталось вон у меня помидорчиков вот собрал клоннику которую никто не хочет есть ну там еще кругленькие помидоры остались сорвала баклажаны как баклажаны сорвала сейчас я покажу вот баклажаны сорвала если их порежу на заморозку а вот такой баклажанчик у меня попался смотрите какой первый раз вижу чтобы он был прям без семечек вот буквально порезала его раз-два-три-четыре да а вот тут смотрите хопс ни одной семечки нигде нету вот него не в одной ни в одной нету семечки все красиво вот в трех последних взять на семена что ли или просто он так получился вообще он большой вот такой громадный сейчас ведь я вот порезала заморожу сижу вот виноград свой ну все буду резать а зимой хорошо я прям люблю когда это самое баклажанчики пожаришь их потом майонезик а потом с чесночком его потом еще положишь помидорку умой вкуснятина так положила слоями вот первый слой потом мешочек салфаном в него и вот так сейчас заморозится у меня на лотке я потом в контейнер сложу ну а зимой прям с контейнеры заморожены классными поставила водички я сейчас хочу сделать компот клубнику так никто не хочет есть инжир яблочки от груши и виноград вот сейчас сделаю компот на завтра ну просто пить я всегда эти фрукты ложу сейчас вот вода закипит все побросаю туда минут 5 10 15 покипит и все выключаю просто ставлю ну и сахар добавлю такой компотик получится и в холодильник потом соли в холодильнике все я нарезала теперь буду ждать когда закипит сейчас положу сахару здесь какая красота получилась виноградик груши яблоки инжир и клубничка такая кастрюлька 10 литровая вот теперь варится вот эта красота завтра будем пить так прибежала буквально друзья на 15-20 минут сварила вот пюрешечку у меня пока варился другие дела так нарезала помидорчиков вчера засолились смотреть помидорчики мои надо унести так стать иду туда так по ходу делается у меня тут как раз вообще сюда поставлю так здесь у нас во всю гриль не знаю не видно у нас солнце вот покажу вот такое миской сделала пюрешечкой перед кастрюльки сейчас все быстро у меня жарится если будем кушать так и компотики вчера же сварила сейчас компот налью все буду воська звать когда жирное мясо вот так гриль пачкается у меня так это последний кусочек у меня остались жирные я пока у меня все жарится париться в это время я притащила опять лестницу. Я мою полы. Вот видите, намыла. Мою полы. Здесь я помыла уже. И кто видел, что я повешала шторки, но я решила вот эту тюль, которая темная у меня, знаете, что сделать? Повешать ее под вот эту тюль. Я пробовала. Получается четко, красиво. Когда солнца нету, смотрите, вот такая у меня тюль. И она с рюликсом еще вот эти все кружочки. Так что я уже примерила все. Должно получиться четко. Все хорошо, четко, красиво. Вот я, смотрите, купила уже колечки. Сегодня утром съездила до работы. Вот их приобрела. Так что все у меня есть. Должно получиться все красиво. Я вам потом покажу, чтобы было темненько все хорошо. Позвала Васька вот кушать. Сейчас быстро сама покушаю. Привет! Он вот как негр уже, черный. К нему быстро прилипала. Вот пюрешечка ему. С миском. Затем компотик вчера сварила. И помидоры просто. Порежала просто. И просто солью. Ты солью всыпал? Да, немножко. Я тебе сказала, не надо всыпать. Просто ешь. Ну все, друзья, пусть ест. Ты тоже садись. Я сейчас тоже буду быстренько садиться. Всем приятного аппетита, кто кушает. Да, кто кушает, всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok